есть вот такая машинка opel курса вот это называется падал прошлогодний снег вопрос пойдет не об этом немножко с бампером тоже проблемы поэтому сейчас мы посмотрим как снимается бампер на opel курсе самая первая при снятии бампера супеля нам понадобятся руки торч на 20 и головочка на 8 вот и все что надо для того чтобы снять бампер для начала открываем капот вот раз два три 4 болтика на 8 начинаем с них следующий момент снимаем рамку номерного знака следующий этап переходим вот в это место здесь изнутри есть у нас еще одно крепление аналогично и с другой стороны вот линия бампера параллельно ей устанавливаем инструменты торч у нас на 20 здесь все раз повторюсь параллельно этой линии изнутри откручивается саморез аналогично с другой стороны еще один торч у нас находится вот здесь бок открутили вверх открутили здесь открутили теперь переходим вот сюда вниз раз два три 4 5 я потом покажу на бампере здесь неудобно где они крепятся такие вот они торч на 20 дальше все мы здесь освободили вот так легким таким движением снимаем три защелочки вот он выкручивается саморез как я показывал все здесь освободили с той стороны тоже самое берем и аккуратненько без фанатизма выщелкиваем все целое это хорошо вот они раз два три защелочки а вот они им от ветки дальше что у нас есть у нас есть противотуманки у нас есть парктроники все это сейчас потихонечку ладно будем отсоединять немного выдвигаем бампер сторону и вот он у нас есть доступ видимо вон она противотуманка чтобы не заморачиваться долго лампочка вынимается вот так со сдвигом парктроник тоже вынимается легко вот так немножко его подвигаешь и он выщелкивается вот они защелочки на бампере вот он следующий парктроник так это все легко и просто отсоединяется как мы видим один парктроник тут был уже вырван с мясом и есть у нас еще датчик температуры защелочка легко и просто отщелкивается тоже вверх и он выходит кто не получаем вот такой вот внешний вид все больше нас ничего здесь не держит бампер отделяется от автомобиля еще один маленький нюанс на который стоит обращать внимание одно дело когда вы ремонтируете родной бампер там склеиваете красить и спаиваете это одно а вот допустим здесь мне не понравились зазоры поэтому прежде чем красить даже новую купленную из магазина деталь следует ее примерить убедиться в том что все зазоры подходят правильно и только после этого брать давать деталь в покраску на этом все всем пока пока до новых встреч